МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы работаем в прямом эфире, поэтому всегда рады вашим звонкам. 202-11-22, наш телефон, телефон нашей редакции. Задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. Ну и если вдруг кому-то захочется чем-то себя порадовать интересным, полезным, мы всегда рады вам предложить какие-нибудь такие увеселительные мероприятия, посетить с нашей помощью. Осталось только дозвониться, ответить на наши каверзные вопросы и получить приз. Ну что, в нашей студии сегодня удивительный гость, человек, о котором вы слышали наверняка. Если не слышали, то предлагаю прислушаться. И если возникнут какие-то вопросы, задать, не стесняясь, в режиме реального времени. Виталий Багратов, а сегодня это экстрасенс, астролог, ученый-мистик. И мне кажется, этот список можно продолжать долго-долго. Виталий, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, хотелось бы, наверное, начать нашу беседу с того, что спросить достаточно такой детский вопрос. Много ли чудес у вас вокруг в последнее время происходит? Ведь такая вот еще и святочная неделя и все такое. Да, чудес всегда много. Эти чудеса у меня происходили всегда с самого детства, лет так шести-семи. И они были чудесами на самом деле. И мне казалось, что эти чудеса всегда есть у всех людей в жизни. Ну, например, самое простое – это выйти из тела во время экзамена, посмотреть билет, который будет твой, вернуться в тело и знать, какой билет ты будешь отвечать. Вот так я сдавал все экзамены в школе, в институте, в военном училище, в военной академии. Ничего себе! Да. Например, если я уезжал на поезде, на самолете не было билетов, я просто подходил, заходил в поезд, заходил в автобус, заходил в электричку, и меня просто-напросто усаживали на место, компосировали из точек бумаги, точно так же, как у Вольфа Мессинга. То есть чудес было очень много, и сейчас они продолжают быть, и, как говорится, люди идут за этими чудесами, им это нравится. Но это же такая находка для каких-то шпионских вещей. Практически, да. Потому что, вот вы вначале сказали экстрасенс, я бы уточнил, военный экстрасенс. Я уволился в звание майора, и у нас была спецгруппа военных экстрасенсов в военной академии. Это была академия имени Юрия Алексеевича Гагарина, где обучалось как раз 12 человек, и руководил группой профессор Гофф, Владимир Георгиевич. Чем он интересен? У него прапрапрадед, адмирал Ушаков по отцовской линии. Легендарные личности. Да, очень интересный человек. Я видел у него в доме дедовские омудирования, кортики, все остальное. Так вот, он нас всегда учил и говорил, вера определяет ваше положение в жизни. Ни деньги, ни звания, ни регалия, только вера. В себя? Просто вера. Не в себя. Просто вера. Потому что, если, как говорится, мы верим в себя, мы все равно где-то там в глубине знаем, червячок какой-то сидит, что мы сомневаемся. Да, у нас есть слабина, слабость, не можем бросить курить, пить и все такое. А когда мы верим во что-то высшее, которое мы не видим, а в конце концов это является Богом, то наша жизнь становится счастливой и здоровой. Ну, друзья, мы не просто так здесь собрались. Действительно, очень хочется получить от вас какие-то вопросы. И здесь, в режиме реального времени, может быть, есть какая-то проблема, может быть, есть какой-то вопрос, попробуйте. Я думаю, это стоит того, чтобы дозвониться по телефону 202-11-22, задать вопрос, и, быть может, именно сегодня вам какая-то вот сверху или от Виталия просто в вашем пространстве появится решение, которое вы сможете, ну, в дальнейшем как-то использовать для того, чтобы в вашей жизни все наладилось. Хочу спросить, ведь это с детства понятно, там, экзамены, электрички и так далее, но ведь не просто так поступили, не просто так выбрали, да, там, из тысячи миллионов людей. Вы знали об этом всегда, что вы будете таким особенным человеком? Я могу сказать, что то, что была особенность с самого детства, это я знал. Но когда набрали группу военных экстрасенсов первый раз, я в нее попал, и факультет после этого закрыли, больше не набирали, вот это было чудо из чудес. Почему? Потому что когда вся группа выпустилась, три года было обучение, мы окончили заниматься в академии, где занимались и медитацией, и магией, и колдовством, так называемым, скажем, такими практиками, интересными, казалось бы, человек в погонах, офицер, и вдруг колдовство, чудеса. Так вот, когда я выпустился, то группа вся разбрелась по миру, по России, никто этим не занимается, а занимаюсь только я, как занимался с детства. И сложилось такое эгоистическое ощущение, что специально это была группа создана для того, чтобы я в нее попал, академически обучился и выпустился. То есть искусственно созданные условия какие-то? Совершенно верно. Вот оно, к чему, да, такое осознание пришло? Да, такое осознание. У нас есть телефонный звонок. Давайте принимайте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, очень приятно. Наталья, давайте, может быть, свой вопрос. Да, я хотела бы задать вопрос. Я вот 7 лет в браке, и, к сожалению, у нас очень большие проблемы с детьми. Можно как-то узнать, когда будут? Наталья. Проблемы с детьми? Да, 7 лет в браке девушка. А, 7 лет в браке, не могут детей родить, да? Ну, таких, скажем так, случаев, и не только в Самарской области, в других областях России, по всей федерации много. И здесь трудно давать советы, скажем так, с телевизионного экрана, потому что лучше всего это личный прием, где могу подсказать. Но чаще всего это внутренний страх, это внутренний зажим. Он идет или из прошлой жизни, или в современной жизни, где вы чего-то испугались. Или сознательно, замечу, или бессознательно. Ну, а если... Наталья, вы с нами здесь? Да. Приходилось ли вам как-то так или иначе обращаться, может быть, к людям каких-то других профессий, специалистам? Что они вам говорили? К медицине? Ну, и к традиционной, и, может быть, нетрадиционной, если так вот говорить. Ну, и туда, и туда обращалась. Обещают. Обещают. Ну, я могу... Очень долго обещают. Я могу сказать так, я не буду открывать имя и работу человека, хотя человек работает в правительстве Самарской области. Женщина 8 лет в браке детей не имела, делала 2 раза ЭКО, и сейчас она находится на 4-м месте беременности. После встречи со мной на личном приеме и также на оздоровительных занятиях, которые я провожу абсолютно бесплатно. Так, Наталья, дерзайте, совсем скоро, если вдруг есть возможность записать телефон, записывайте, записывайтесь. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Тогда какой спектр вопросов могут задавать наши гости, чтобы получить ответ? Абсолютно любой. Здоровье, вера, бизнес, взаимоотношения семейные, внутриколлективные, взаимоотношения с себя, с высшим каким-то существом. Потому что многие приходят, хоть у нас говорят, нет инопланетян, нет бога-дьявола, но все равно все верят в это. Так или иначе. И все встречаются рано или поздно, потому что вот я встречался с инопланетянами, когда служил в Буденновске, и у меня это зафиксировано. Также точно у меня был случай, когда мне поставили пломбу, амальгамовую в зуб, и я слышал канал «Россия-24» 24 часа в сутки на протяжении двух недель. Как жить? И профессор Гофф это изучал, и я об этом рассказывал у Сергея Дружко на передаче «Необъясним, но факт». То есть все это существует, главное понять, как это происходит, но здесь пока наука бессильна. Ну не просто так нам девушка позвонила, да, Наталья, это такая типичная проблема для современной женщины. Типичная, типичная, да. Вроде хотим детей, но не получается, вот как вы сказали, либо внутреннее неприятие детей, либо отрицание, либо какие-то проблемы. Ну вот каково это решение? Одни хотят детей, не могут, а другие могут, но не хотят. Ну отказываются, да. Вот как вот эту проблему воспринимать? Ну вот эта проблема, скажем так, не от нас зависит, и не зависит даже от самого человека, она где-то решается на небесах, но все равно, скажем так. Один человек хочет ребенка и не может его достичь. Конечно, годами. И любит своего супруга, и они все делают для этого. Остается им только, как говорится... Надеяться на чудо. Да, надеяться на чудо, больше ничего. Для этого есть церковь, для этого есть мечети, для этого есть все направления, которые это чудо могут осуществить. И даже бывает, просто ненароком крикнет на улице, там, кукушка, ворона, сорока, автомобиль. Клаксон нажмет. И что-то произойдет, и рождается ребенок. У меня есть знакомая, сейчас ее уже глубоко за 50, но в Челябинске, когда она родила последнего ребенка, она сказала своей сестре, одному из ведущих гинекологов города, «Я не хочу больше детей, но мне нужно продолжать, скажем так, удовольствие получать». Ей перевязали фаллупевые трубы, и через два года она родила. У нее сестра, как гинеколог, она просто в шоке, она говорит, такого быть не может. Она говорит, я просто походила к Баграду на занятия, на здоровительные, и все. И спрашивает меня, почему это случилось? Я говорю, вот вы знаете, бывают, стоят цветы в горшках, есть растут хорошо, а есть засохшие. Что нужно за ними? Поливать, конечно. Ухаживать, поливать, любить их. И они опять возродятся. Так же точно и здесь. Бывает что-то перевязанное, что-то пересохшее, но начинает человек чувствами идти в глубину, к себе и к Богу соответственно, и все начинает рождаться. Ну, а когда люди, наоборот, могут детей иметь и идут против Бога, делают аборты, вот это вот самая большая беда. Это просто убийство уже. Ну, понятно, что у нас традиционно проводятся в городе мероприятия, какие-то там дни без абортов, консультации и так далее, психологи работают. Ну, вот как вы, может быть, помогаете таким женщинам? Они к вам приходят? Знаете, приходят, конечно. На советам, да? Стоит, не стоит, да? Конечно, приходят, и они интересуются. Например, от насильника женщина заберемела, стоит или не стоит. Я, конечно, могу рассуждать по-разному, и нет такого ответа единого для всех женщин. Здесь нужно исходить из ситуации. Но чаще всего, конечно, тело женщины, ее утроба, это первое жилище для ребенка, первый дом, скажем так. И если мы пытаемся выгнать из этого первого дома того, кого Бог прислал туда и вложил туда душу живую, и одухотворил, то мы, естественно, совершаем самоубийство этого человечка. Неважно, когда вы его убьете, через день после рождения или в зачатии, в утробе. Это, конечно, беда. И здесь самая большая беда в том, что потом, с течением жизни, все женщины практически абсолютно вспоминают, что они могли иметь дома двоих, троих, четверых, а не одного. Вот в этом проблема и трагедия. Да, друзья, к сожалению, если вдруг у вас, просто мне подсказывали, сорвался звонок, давайте, набирайте еще раз 202-11-22, задавайте свои вопросы. У нас Виталий принес достаточное количество инструментов, действительно инструментарий. Здесь есть и карты Таро. О, да, кстати, может быть, они сейчас пригодятся нашему зрителю, почему нет? Может, можно и так, да. Здравствуйте, как вас зовут? Алло. Алло, здравствуйте. 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 Алло. Алло. Да-да-да, задавайте свой вопрос, как вас зовут? Здравствуйте. Ага, я бы, Нина, я бы хотела узнать телефон, как на личный прием можно потом записаться к вам. Ну, будет у нас, да, телефон озвучен, приготовьте обязательно ручку, листочек. Может быть, сейчас что-то хочется спросить? Ой, сейчас хочется спросить. Ну, давайте расскажем уже телефон, чтобы женщина могла сориентироваться. Конечно. Запишите, пожалуйста, телефон 8-987-4-500-600. Еще раз повторю, 8-987-4-500-600. Позвоните, запишитесь и попадете на прием. Спасибо большое. Ну, вот что за инструменты? Давайте немножечко, может быть, какой-то такой... Инструментарий разнообразный. Инструментарий, да. Представьте, поступил в военную академию. Я офицер, служил в Сызранском летном училище, летчиком-инструктором. И вдруг попадаю в военную академию. И нам говорят, мы будем работать с рамками. Для меня, конечно, это было какое-то чудо... Ну, это вот знакомый прибор в руках. Да, это всем практически знакомо. Это же в детстве такое было. Можно брать лазу, можно брать рамку, можно искать воду, золото, все что угодно. Можно мерить давление, как нас обучали. Но это, опять же, такое прикладное все. Больше всего рамочка, как такой идеомоторный индикатор, помогает мне услышать внутри себя правильный ответ, да или нет. Ну, больше, скажем так, для наглядности человека. Потому что, когда меня спрашивают, я ответ и так знаю. А человеку хочется какой-то диковинки. Поэтому направление на человека направляется, рамочка, вопрос задается, и она отвечает, да или нет. Но, опять же, каждая рамочка на каждого человека действует по-своему. Вот. Если говорить, скажем так, вот об этой системе, о системе чаш тибетских... Я вот на себе пробовала такую ступу. Пробовали, да? Нас в академии, когда мы учились, именно обучали на фоне тибетских чаш. Если сидеть и прослушивать звук тибетской чаши в течение 30 минут, то так настраивается организм уникально, как на камертон, что отходят все проблемы эмоциональные, психические, даже болезни физические. И вот если чашу поворощать... Они разные, большие, маленькие. Они огромного ассортимента, и причем звук чаш на каждого человека по-разному действует. И вот первый способ работы с такой чашей здесь был с женщиной в Самаре, которая работала в больнице, в перонатальном центре, и у нее была онкология. Я с ней занимался два месяца, и у нее ушло, все ушло, абсолютно. Ее друзья, врачи, она сама удивлялась. Как так может быть? Я говорю, обыкновенно гармоника внутренняя срабатывает. Ну, выстроилась. Организм выстраивается, совершенно верно, как говорят, по энергиям, по чакрам. Ну, это кто на что гораст. И тогда проходят все проблемы у человека. Самое, что интересно. Есть звонок у нас. Давайте. Понимаем? Давайте. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Елена. Пожалуйста, Елена, ваш вопрос. Ой, я хотела спросить, вот у меня мысль была в этом году квартиру купить. Ближе к лету получится или нет? Что мы можем использовать? Спасибо за вопрос. Конечно, можно использовать все, что угодно. Давайте попробуем разложить карты Таро. Вот насущный вопрос у людей. Самые простые вопросы, самые злободневные. Это, конечно, жилье, это здоровье, это дети, это супруг. Первая карта выпала восприимчивость. Вы очень восприимчивы, у вас чувствительное сердце. И вы должны сами понимать, и сами должны знать, осознавать этот ответ, потому что люди, когда восприимчивы, они могут сбиваться с толку своим умом, думая, брать, не брать, покупать, не покупать, делать, не делать. Но в конце концов... Уже знают, да, заранее? Чаще всего ответ они знают, да. А Елена с нами? Звонок есть? Ага, хорошо. Вторая карта у вас выпала, карта празднования, то есть вы можете радоваться тому, что у вас будет событие, оно у вас случится. Сейчас посмотрим третью карту и увидим ответ более досконально. Третья карта истощения. Единственная проблема, которая может случиться, вот карта восприимчивость празднования, истощение, истощение, это будьте внимательны по своим финансовым, скажем так, вопросам. В отношении этой квартиры. Внимательно читайте документы, чтобы не получилось так, что квартира возможная или в залоге находится, или еще отчуждена каким-то образом судом, поэтому будьте очень-очень внимательны. Что-то такое бдительное будет. Но празднование у вас будет. Но будьте внимательны. В этом или году, вот интересно? В этом, в этом. В этом году. Гадаем на этот год. Ну, Елена, удачи вам с покупкой квартиры. Кстати, вот у всех так или иначе разные Таро. Да, разные. У вас какие-то особенные Таро? У меня карты Таро Оша. Был такой индийский мистик, как помните, Оша. И они у него очень психологичные. Они чем интересны? Здесь написаны прямо ответы. Но только нужно их уметь интерпретировать. Так или иначе. Друзья, ну вот, пожалуйста. Узнали мы, что есть у нас поющие чаши, есть карты Таро, есть рамка. Что еще здесь такого? Лупа? Да, это обычная лупа. Кто-то смотрит порезы под пальцами, на пальцах. Кто-то смотрит монету, нумизматы, марки. А я смотрю линии руки. Можно увеличить исходное положение фокуса и таким образом увидеть по линиям руки, что человеку по жизни, по судьбе предназначено. И почему это можно узнать? Наша ладонь, наша рука – это все, все, что есть в вашем внутреннем сознании, в работе вашего мозга. То есть то, что внутри происходит в вашем сознании, выносится, как на принтере, как на принт, выносится на руку. Но еще и меняется в течение жизни. Нет. Не меняется? Нет, линии руки не меняются никогда. У меня, когда родился ребенок, сейчас ему 7 лет, Богдан, я находился в родзале, и когда только-только, как говорится, его достали из горячего жерла, сразу дали мне в руки, я посмотрю у него ладошки, и на протяжении всей жизни, я смотрю, он не меняется. Так же точно, как не меняется отпечаток губ, так же точно, как не меняется отпечаток пальцев, не меняется линия ладони. Но линии ладони могут каким-то образом подтираться и становиться тоньше за счет тяжелого физического труда. Когда человек держит лопату, камень, постоянно рука грубеет, как и пятка. Да, физический труд. А так линии никогда не меняются. Но по руке можно увидеть абсолютно практически все. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира, задавайте свои вопросы, и есть у нас звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Алло. Ну, не стесняйтесь, говорите с нами. Да, 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 здравствуйте. Ну вот, застеснялись. Друзья, если звонок сорвался, перезванивайте. 202-11-22, телефон прямого эфира. Есть у меня для вас небольшой, такой, может быть, разминочный вопрос. Мы разыграем билет на юбилейный концерт Михаила Морозова, 25 января, филармония. Среди чудес этого волшебника, иллюзиониста, заморозка во льду, 44-дневное заточение без еды в ящики над рекой. 35-часовое стояние на вершине 200-метровой колонны. Что же это за человек? Кто это за человек? Звоните, если вы узнали. Ну и ей звонок, давайте выяснять, кто нам дозвонился. Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Наталья, здравствуйте. Вопрос, пожалуйста, если хотите. Я бы хотела задать такой вопрос. У меня с работы не получается, так сказать, устроить свою работу, и когда это событие произойдет, можно узнать. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Наталья, скажите, день и месяц рождения своего? 26 апреля. 26.04, да? Да. Я вам скажу так. У вас до мая месяца будет такой режим стагнации. Все, что вы будете получать как предложение или сами находить, оно вас не будет удовлетворять. И только в мае, после 5 мая, вы определитесь и, скажем так, воодушевившись, найдете работу, которая будет вам и по сердцу, и, скажем так, материально будет вас удовлетворять. Будем верить, Наталья. А пока стагнация. Удачи вам, терпения. Удачи. Спасибо. Ну, у нас тут, кстати, есть еще для вас заготовленный эксперимент, о котором хочется не только рассказать, но и показать. Наберитесь терпения, ждем ваших ответов на наш вопрос, кто же этот маг и волшебник, который осуществил такие вот удивительные фокусы, его знают, его любят, подражают, пародируют. Звоните на 202-11-22. Буквально через пару минут мы окажемся здесь в студии и будем что-то удивительное творить на ваших глазах в прямом эфире. Не переключайтесь. Ну, конечно, поздравляем. Конечно, детей, внуков поздравляем. Готовим маленькие такие сюрпризы и желательно, конечно, своими руками. Нам очень нравится, когда, если, например, что-нибудь там связать или сготовить. Даже внуку, у меня 5 лет, он старается чего-то такое слепить и подарить родителям. Гадать, конечно, мы не гадаем. Вот, а так поздравляем друг друга. Ну, раньше, в детстве, когда-то, сейчас уже никаких колядок, никаких гаданий, все уже как бы. Ну, поздравления родственников, да, друзей, родственников. Поздравляю. А в детстве как гадали? В детстве? Ой, да что только не делали, и воск, и бумагу жгли, и как-то там еще что-то занимались, и в снегу валялись, по сугробам определяли. Вообще, много способов. Мы поздравляем сейчас, как обычно, тортик, конфеты, чай. Сейчас уже скромненько так. В молодости, наверное, было. Сейчас уже не празднуем в Сувятке. Ну, честно говоря, это в основном, мне кажется, в селе вот так вот, когда молодежь вот там валенки кидают, там на жениха гадать. Мы не гадаем. Я верующий человек, я в церковь хожу. Поздравляете близких, родных. Всех поздравляю с праздником, с Рождеством, со святками. Живем в центре города. Может быть, где-то, если выехать в деревню, в село, наверное, что-то там и есть. Народных традиций не соблюдаем. Все исключительно в семье, с друзьями и так далее. Наш эфир продолжается. Здесь с нами в студии военный экстрасенс Виталий Баграт. И тут еще, так сказать, появился человек, которого вы тоже знаете и любите. Это Сергей Кизоркин. Виталий, что будем над Сергеем производить такого интересного? В чем это ему поможет и поможет ли? Ну, во-первых, то, что сейчас я буду показывать, это все видели. Абсолютно все это видели. Может, даже кто пробовал. Называется каталепсический мост. Что этот мост делает? Человек представляет внутри себя мост. Можно металлический, можно золотой, можно деревянный, какой угодно. Хрустальный. И тогда его человек, да, можно хрустальный, и его внутреннее состояние превращается в этот мост. То есть это о чем говорит? Горе от ума грибоедов, помните, да? То есть то, о чем мы думаем, мы в это превращаемся. Если усиленно думать, мы можем как исцелиться, излечиться, так и себя погубить. Если будем думать, сердце плохо, печень, почки, рак, наговорим, придет. То есть лучше всего молчать. Поэтому сейчас мы с Сергеем встанем, я предложу ему эту вот психическую технику, он войдет в это состояние, мы его с моим помощником положим пятками и головой на стулья. Сразу хочу сказать, если эту технику выполнять в домашних условиях на валиках, которые будут лежать на полу, то можно вылечить позвоночник полностью. Ну, давайте примем телефонный звонок, а потом мы уже примемся к нашим экспериментам. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Меня зовут Лариса. Вот я хочу задать такой вопрос. У меня сын, у него два высших образования. Ну, одно, он, в общем, экономический, а второй театральный, да. И вот он никак, он бьется-бьется и талантливый, и все, а никак работа, в общем, не войдет в колею, работу никак не найдет. Вот именно в том плане, ну, артиста, да. Ну, мелкие такие какие-то у него впадают. А вот конкретно я хотела бы знать вообще, что-нибудь глобальные вот у него какие-то изменения в его творчестве провязали тут, чтобы работа у него была хорошая. Потому что он так переживает, уже два года закончил театральный институт, и никак вот он и там, и ся, и на сегодня. Будьте добры, будьте добры, назовите число, месяц, год, сына. А, 31 июля 1976 года рождения он улез по гороскопу. 310776, правильно? Да. А, 310776, да, 31 июля. День рождения у него 26 года. Сразу вам скажу, что я вижу. Пусть свои усилия все сосредоточат после 23 февраля. После 23-го. 25-го, 26-го, 28-го. Вот эти вот дни, 3 дня, у него будет возможность, скажем так, в этом поиске определиться и продолжить свою жизнь и карьеру в самом лучшем варианте. 25-го, 26-го, 28-го. Да, да. Может быть, он пойдет на какие-нибудь пробы. Может быть, я же говорю. Бывает вот так вот внезапно. Внезапно. Внезапно раз и происходит. Ну что, Сергей, страшно? Уже нет. Ну хорошо. Присоединяйтесь давайте к нашей честной компании. Сергей, вам нужно будет вот здесь вот встать вот таким вот образом. Я не мешаю? Нет. Сразу скажу. У нас на стульях так точно лежали люди. 91 год мужчина, женщина, 86 лет. То есть здесь сложного ничего нет. Если кто сейчас смотрит и думает, что человек худой, спортивного стиля сложен, то это, как говорится, нам так повезло. Слишком повезло. Дима, подойди, пожалуйста, сюда. Сергей, закрываем глаза. Закрываем глаза. И представляем внутри, что вы металлический мост. Прям четкую-четкую команду. Как мантру. Я мост. Я мост. Я мост. И когда почувствуете, что ваше тело превращается в нечто, я не говорю, что, вы начинаете падать назад. Я выславлю. Не бойтесь. Отлично. Хорошо. Хорошо. Падаем. Не боимся. Расслабляемся. Поднимаем голову назад. Откинули. И пошли вверх. Вверх пошли. Тянемся вверх за моей рукой. Тянемся выше, выше, выше. Умница. Тянемся, тянемся, тянемся. Еще выше. Тянемся. Еще выше тянемся. Тянемся. И теперь руки вверх поднимаем. И назад откидываем. Назад. Отлично. Тянемся вверх. Выше. Выше, 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 выше. Умница. Вот так. Вот в этом состоянии, если лежать каждый день по 30 секунд, достаточно, можно по минуте. Можно позвоночник привести в порядок. Дыхательная система в этот момент работает самым наилучшим образом. Вот таким вот образом можно самоисцеляться в домашних условиях. С ума сойти. Сереж, ты там как, нормально? Шея давит. Шея давит. Это с непривычки. Поднимаем. Ставим ноги. И поднимаем туловище. Ну как? Жив и здоров. Жив и здоров. Как ощущения? Если бы был, наверное, грузным и толстым, я бы не выдержал. Нет, выдержал. Потому что мы показываем людям, как можно, вот при моем весе чуть-чуть не хватает до 90, можно было сесть сверху на живот. Сначала было бы ощущение прогибания, а потом компенсация поднимается, тылующее вверх, и вы держите 90 килограммов. Ну что, Сереж, спасибо тебе большое, проходи на место, у нас тут зрительный зал небольшой, раскрою некоторые секреты, все тут собрались, потому что интересные гости, интересные у нас происходят общения. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. Если есть желание позвонить, задать вопрос, давайте мы готовы принимать. Есть у нас телефонный звонок. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да-да-да, мы вас слышим, как вас зовут? Алло. Да-да-да. Вы слышите меня? Слышим. Я хочу вам ответить на вопрос, который вы задали. Давайте, давайте. Как вас зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно. Татьяна, кто же этот человек, среди его чудес, заморозка во льду, заточение без еды в ящике над темзой? Американский эризонист. Кто-кто-кто? Американский эризонист. Как зовут его? Гиперфильд, что ли? Нет, 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 неправильный. Гиперфильд. Гиперфильд. Новый, это новый какой-то. Новый какой-то. Нет, 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 это не он, это не Дэвид Копперфильд. Нет, нет, нет. Это такой молодой, достаточно экспрессивный, интересный, эпатажный отчасти человек, который творит такие вот чудеса. Звоните, если вы угадали, кто это, милости просим в эфир. Ну, а также задавайте свои вопросы нашему сегодняшнему гостю. У нас военный экстрасенс, астролог, человек, который занимается, мне кажется, всем тем, что ему помогает как-то решать вопросы других людей. Ищет в себе это, ощущает. В общем, если есть какой-то вопрос в режиме реального времени, смело можете задавать. Мы не все рассмотрели, что здесь есть. Еще есть нарисованы какие-то удивительные узоры, какие-то еще штуки, обезьянки, колокольчики. Ну, обезьянки-то все видели, слышали. Я молчу, я не слышу, я не вижу. Как говорится, это то состояние, которое, я бы сказал, должен иметь каждый человек, чтобы лишнего не болтать, лишнего не смотреть, лишнего не слушать. И тогда у вас будет сознание в спокойствии, и ваша нервная система будет благотворно действована. Вот. А это вот мандалы, мандалы. Мандала есть побольшего размера, она намагниченная. Если ее прикрепить, она намагниченная на холодильник, то можно получить эффект плацебо. То есть, помните, вот в Кашпировске у нас был чумак, когда они все заряжали и так далее дальше. Естественно, это все работает, этот механизм работает. И могу рассказать, буквально на днях была женщина на приеме, она работает здесь в театре, и пришла и говорит, я когда Кашпировского смотрел в молодости, в те годы 80-е, говорит, у меня были такие небольшие седые волосинки. И после сеанса волосы не просто стали черными, которые были седые, а цвет волос изменился, стал жгуче черный. Но всего две недели, и пигментация вернулась опять же в свою пору и так далее дальше. Так вот, с помощью таких вот нехитрых приспособлений можно получить эффект плацебо, так же точно, как освещенная вода или там освещенные продукты питания. Ну, если ты веришь в это, конечно. Да, почему? Потому что веришь. Если веришь, то да. Если вспомнить Серафия Масаровского, который перед уходом из жизни говорил, я ухожу, и вроде бы как со мной уходит исцеление. Поэтому, зная, что люди маловерны, я говорю, что исцелять будет водичка, исцелять будет веточка, песочек, исцелять будет все, что находилось в моем пользовании. И люди верят и исцеляются. Но есть, конечно, и маловерные, которым ничто. Хоть в лоб, хоть в полбу, хоть икона, хоть как, хоть коленями о пол, пока не придет опасная ситуация. И вот как только приходит опасная ситуация, люди приходят к врачам, к гадалкам, ко мне приходят. Я говорю, вот мандала, пожалуйста. С мандалой нужно уметь заниматься. Мандала имеет специфическое свойство, скажем так, вашу веру поставить на четыре ножки. Так вы на одной стоите ноги, и ветер перемен качает вас, и вы то верите, то не верите. Мы переминаемся, наверное, не на одной. Да, не на одной. А когда четыре ножки, как у стола, все, вас не столкнешь. Вы четко верите. И когда люди приходят к исцелению, к оздоровлению, они, конечно, начинают верить именно в тот фетиш, скажем так, который их на этот путь наставил. Поэтому, если, как говорится, веником березовым погнать хворь в бане, то будут поклоняться венику. Если поклонялись иконе, то будут поклоняться иконе, что икона изгнала. Но на самом деле Бог и ваша вера, больше ничего. У нас есть монок, давайте принимать. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня слышите? Слышим. Меня зовут Кландия, мне 60 лет, и я хотела задать вот такой вопрос. Я живу с дочерью и с двумя внуками. Но почему-то в последнее время мы с дочерью не находим общего языка. Вот что от меня должно зависеть, чтобы в семье как-то царило такое, ну, конфликтных ситуаций, чтобы не было особо. Все-таки у меня маленькие внуки, я порой... Что мне нужно за это? Как правило, здесь нет ничего сложного. Проблема всегда в гармонии. Гармония — это когда один уступает другому, а не наоборот, преследует добиться своего. То есть нужно вам просто сесть на семейном совете и пересмотреть, где вы перестали друг другу уступать. Любовь — это когда уступаешь другому. А ненависть, гнев — это когда хочешь другого каким-то образом поработить. Чтобы он делал, как ты хочешь, чтобы он поступал, как ты хочешь. Чтобы тапки лежали так, как вы хотите. А нужно договориться. Так как все равно рожденные от родителей дети, они только похожи внешне и генетически, но психически души могут быть совершенно разные, из разных совершенно, скажем так, слоев пространства. И тогда возникает серьезная проблема. Вы хотите одного, дочь хочет другого, внук видит это все, и у него сердце разрывается, потому что мама и бабушка начинают спорить. Начните договариваться, начните искать точки соприкосновения, у вас все изменится. Уступать, наверное. Конечно, уступать. А не стоять на своем. Это конфликт поколений. Надо разъехаться, наверное. Ну, это самый лучший вариант. Самый лучший вариант разъехаться. Но, как правило, это очень сложно, поэтому нужно договариваться. И если вы, конечно, еще и являетесь христианкой, то, пожалуйста, откройте Библию и почитайте, как нужно строить взаимоотношения с детьми, а дочери с родителями. Все будет очень просто. Ну, вот видите, друзья, если есть какой-то вопрос, еще звоните. Есть немножечко времени. 202-11-22. А вот давайте принимать звонок еще один. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Очень приятно. Ваш вопрос. Мне хотелось бы узнать, вот, когда закончится у нас финансовый кризис в семье? О, как. В семье. В семье. Скажите, число месяц свой и супруга, число месяц рождения. Да, мое 29 декабря, а у него 18 апреля. Кризис у вас закончится глубоким летом. Это будет примерно в 18-20 числах августа. До августа вы будете вот находиться в таком состоянии, которое будет вызывать трагическое смущение, скажем так, недосыпание, недоедание. Но у каждого человека в жизни своя волна жизни. А когда мы сходимся с другим человеком, то у вас получается две волны. И если они совпадают, коррелируют, тогда, как говорится, у вас все будет легко, если они синхронно работают. А вы можете попасть в асинхронное состояние, когда вы в долине, а муж на вершине. И наоборот. И тогда у вас обнуляется бизнес. Или там доход и так далее дальше. Поэтому ждите августа, и у вас все изменится. Ну, искренне вам гармония, терпение. Что можно еще пожелать? Вопрос у меня такой. Человек, который приходит к вам на прием, да? Что ему как-то нужно подготовиться? Или что-то там как-то принести с собой? Вот какие, может быть, требования у вас как специалистов? Требования самые простые. Если о себе, то достаточно только своего, как говорится, физического тела. Я смотрю линию руки, я смотрю дату рождения по нумерологии, я смотрю работу с помощью рамочки или маятника, который сейчас у меня здесь отсутствует, и рассказываю человеку его проблему. Если же человек говорит о ком-то, спрашивает о детях, о друзьях, о близких, то нужно фотографию и то же самое. Дата рождения, число месяц, год рождения полное. Фото руки, если будет. Если фото руки принесут, это вообще прекрасно. Потому что, как говорится, рука – это паспорт человека, как технические данные в машине. Какую руку? Правую. Если правша, левую, если левша. И все. И этого будет мне достаточно для того, чтобы дать характеристику по человеку. А если дети как-то вот, детей стоит принять? Если дети, дети можно приводить, но только обязательно с попечителем, это могут быть родители, бабушки, дедушки. Детей мы в одиночестве не принимаем, и все приемы ведутся только с детьми, с родителями обязательно, чтобы они слышали. И если, как говорится, я увижу какие-то проблемы серьезные, то дети-то не слышат, слышат только родители. Дети удаляются из комнаты, и я даю родителям рекомендацию, что нужно делать, чтобы исправить ситуацию. Выезжаете ли вы куда-то под просьбе, если это необходимо? Редко. Редко. Но бывает. Бывает. Но это исключительный случай, когда человек полностью лежит. То есть такое бывает? Да. Если может ходить или могут его перемещать, бывает даже на стуле заносят мужчины, маму там, или супругу, или дочь, и я тогда работаю. А где ведете прием? Прием идет в ДК «Металлург», это кабинет 81, второй этаж. А в Тольятти? А в Тольятти это деловой центр «Восточный дублер» или торговый центр «Восточный дублер», кабинет 32. Ну, то есть найти не составить никакого труда. Друзья, Виталий, большое спасибо, что пришли. Сейчас информация для вас контактная. Готовьте ручки, листочки, записывайте все, что нужно. Искренне благодарим нашего гостя. Спасибо большое. Приходите еще, потому что отклик достаточно велик. Ну, а вам хорошего настроения. Верьте в себя, просто верьте в то, что действительно все наладится. До встречи. Военный экстрасенс Виталий Баграт ведет личный прием в Самаре и Тольятти. Телефон для записи 8-98-74-500-600. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok